Приветствую вас! И первое, что я хотел бы сказать, это то, что наиболее таким полезным, с моей точки зрения, ответом на ваш вопрос, является ответ Кудрячева Игоря Леонидовича. Он, в общем-то, достаточно лаконичный и четко сформулировал ответ на ваш вопрос. И если вам действительно хочется разрешить свою проблему, то я полагаю, что прислушаться вам нужно именно к его ответу. Потому что он содержит в себе именно вот все необходимое, что нужно вам. То есть здесь, да, чувство вины и возможный перфекционизм, да, то есть подход к работе и так далее. То есть это все очень важно для вас, конечно же. Вот. Но поскольку коллега уже раскрыл основные детали, да, как и, значит, ну вот то, что касается, например, в том числе и вашей, допустим, семьи, да, то есть семейные аспекты. Вот. Но я хотел бы пройти немножко с другой стороны. Смотрите. Вот вы пишите о том, что переживаете. Да? Вот. Вы пишите о том, что у вас, ну, стресс. Вот. А что такое, что такое стресс? Да, вот вообще, что такое стресс? А стресс человек испытывает тогда, когда у него есть сверхмотивация, сверхмотивация работать. То есть именно вот, когда есть сверхмотивация выполнять свою работу, да, вот, а в этот момент и появляется стресс. Когда появляется сверхмотивация работать, когда в работу вовлечены другие процессы помимо деловых. То есть когда человек с помощью работы, да, реализует какие-то свои личные желания. Понимаете? Вот. Вот тогда возникает стресс. Что это может быть? Конечно, можно только догадываться. Это стремление кому-то что-то доказать. Это страх отдаться без работы. Это восприятие на свой счёт результатов, например, того же суда и так далее. А возможно, возможно, хотя и не всегда. Вот. Это, скажем так, не случайный выбор профессии. То есть вы выбрали вот свою профессию, да, не случайно, а, допустим, там, потому что для вас важно делать именно вот то, что вы делаете. То есть для вас важно именно вот судиться, там, выигрывать суды и так далее. И когда вы проигрываете, то вы, соответственно, будете чувствовать о себе хуже. Вот. То есть нужно вот этот момент, да, вот именно этот момент, его нужно понять. Да, постараться понять, потому что это очень важно для вас. Вот. То есть сверхмотивация. Сверхмотивация это то, что заставляет основу вашего стресса. Сверхмотивация и различные негативные мысли, которые у вас могут быть, ну, по ряду причин, да. Вот. Например, что я не оплодал надежд, там, чьих-то и так далее. Соответственно, разгрузка мотивации, да, и высвобождение энергии, которую вы тратите на работу, и направление ее в другое русло, да. Поможет нам снять стресс и позволит относиться к работе, ну, только как к работе. А также, также, я вижу здесь проблему личных границ. То есть, когда вы как будто не отдаете себе от счета в том, что есть вещи, которые от вас не зависят в работе, в деятельности. Давайте я, наверное, приведу вам небольшой пример, чтобы вы лучше понимали, о чем я говорю. Чтобы вы, вот, лучше отдавали себе от счет в том, что я хочу сказать, да. Значит, смотрите, предположим, я работаю, вот, с клиентом, да. Предположим, я работаю с клиентом, ну, предположим, я работаю, там, допустим, с вами. Ну, просто такой банальный пример, да. И, как специалист, как специалист, я, в общем-то, знаю предел своих возможностей. Вот, знаю границу со своей ответственностью, да. То есть, то, что, ну, то, что, грубо говоря, зависит только от меня, да. И то, что, грубо говоря, зависит, там, от, скажем, клиента. Вот. И вот здесь, вот здесь очень важно понимать, что работа происходит, когда действует несколько людей. То есть, не только я один. И не только от меня все зависит. Вот. Зависит еще и от вас. И результат будет только в том случае, если мы оба, если обе стороны, то есть все стороны процесса, которые будут реализовывать свои усилия, да. Что мне нужно знать в контексте этого? Мне нужно знать, что я сделал все, что мог. Мне нужно знать, что я сделал все, что в моих силах. Позволяли мне мои ресурсы. Например. Вот, что мне нужно знать. Понимаете? Вот. И все. Дальше. Дальше. Уже. Уже. Пусть другой, другой человек, другие люди отвечают за то, что я делаю. Например. Ну, например, я делаю, да. Не обязательно. Это не обязательно может быть. Я, да. Ну, просто вот. Кто угодно. Понимаете, о чем это происходит? Понимаете, что я хочу сказать? Вот. То есть вот, вам нужно быть для себя, да, вам нужно быть для себя уверенны в том, да, уверенны для себя. Для себя нужно быть уверенны в том, что вы сделали все, что могли в этой ситуации. А дальше. Уже. Как, в общем, и сказал мой коллега, да, работа с чувством вины. С чувством вины. Которая всегда имеет место из родительской семьи. Ну, то есть. Обвинение. Вот это вот внутреннее обвинение, когда вы себя обвиняете. Вот. Научиться распознавать голос обвинения. Вот. Научиться определять его, этот самый голос обвинения. Вот. Ну, и так далее. Все это реально. Все это реально. Все это реально и все это можно сделать. Вот и все. Ну, примерно так и можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Конечно, существуют такие способы, да, снятие, допустим, того же стресса, да. там, как, например, физический труд, тоже секс, допустим, отпуск какой-нибудь. Вот. Ну, и так далее. Вариантов, в принципе, достаточно много. Вариантов, в принципе, достаточно много и приличных. Вопрос, мой вопрос заключается в том, что конкретно вы готовы для себя выбрать. Вот. Вот вы говорите, что занимаетесь фитнесом. Да, с фитнесом вы занимаетесь. Это хорошо, что вы занимаетесь фитнесом. Но вопрос заключается в том еще, что он вам дает фитнес. То есть, получаете ли вы от него то, что удовлетворение, где-то, которое вам нужно. То есть, предположим, вы занимаетесь фитнесом для того, чтобы, там, грубо говоря, лучше выглядеть. Да, ну, в плане, вот, физиологии, да. В плане, в плане внешности, чтобы поддерживать себя в форме, в форме. Во. Это хорошо. Это хорошо, что вы, что вы так делаете. Это здорово. Но, помимо этого, помимо, а, помимо этого, нужно еще и чтобы вы делали что-то, что вас выглало бы по-настоящему, ну, по-настоящему серьезное удовлетворение, от чего бы вы получали удовольствие. Вот. И здесь вот никакой вопрос. А что вы делаете, ну, вот, вообще в жизни, да? Что вы делаете, вот, чисто и просто для себя? Вот. Ну, вот, что вы делаете для себя, вообще, по жизни? И делаете ли вы для себя что-то? А если что-то делаете, то как? А как у вас там обстоят дела? Ну, то есть, как у вас это все происходит? Как выглядит? Понимаете? Вот. То есть, тут вот, ну, нужно все разбирать. Конечно. Разбирать и смотреть. Вот. Чтобы, чтобы вам помочь. Чтобы, чтобы вам, именно, чтобы помочь вам разобраться, разобраться в себе. Вот. Вот. Потому что у меня, например, сложилось такое чувство, что вы занимаетесь столько работой. У меня, пожалуйста, ощущение, что вы такой вот человек, который ставит работу на первое место. Ну, это, не всегда хорошо. Это, дает жизни такой, знаете, ну, достаточно однобокую позицию. То есть, когда жизнь, мы понимаем, что жизнь, как работа. Вот. На мой взгляд, это не совсем правильно. Вот. Но вы, конечно, вы, конечно, в этой ситуации вы, конечно, сами решаете все. Ну, то есть, я, как бы, не хочу сказать, что вы поступаете прямо неправильно. Да? Вот. Ну, а хотел бы именно, именно донести до вас вот эту мысль, что вы не забудетесь о себе. Возможно. Да? Когда, вот, допустим, занимаетесь работой. Ну, вот. Так. И по итогу приходите только к стрессу. Вот. К сожалению. Ну, потому что, по-другому бывает редко. Вот так. Так вот, можно, можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, выбрать способ. Да, выбрать способ. Нужно вам для себя. Понимаете, да? Понятно. то есть, вы, вы сами, вы сами, выбираете, что конкретно использовать для того, чтобы снимать стресс. Вот. Потому что он, ну, в любом случае, накапливает. Вот. Он в любом случае будет. Просто вам необходимо найти для себя. И поменять свой образ жизни так. Вот. Чтобы он не накапливался до такой вот критической точки. Тучкин. Вот. Чтобы, чтобы все-таки, все-таки это было, ну, более-менее адекватно. Да? Вот. Понимаете? Вот, в принципе, в принципе, то, что можно вам сказать. Исходя из, опять же, того, что вы написали. Да? Исходя из того, что, вот, вы предоставили нам. На этом все. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Мне буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и успешного разрешения вашей ситуации, в которой вы оказались.